Мы на это дело очень долго решались, то есть у нас вся борьба идет где-то с декабря месяца. Мы все думали про забастовку, думали, но забастовка такое дело очень серьезное, поэтому, собственно говоря, если провести забастовку, то после этого нужно делать что-то еще более серьезное. Поэтому все откладывали, откладывали, тем более не знали, как реагирует администрация, что вообще будет. У нас очень много несовершеннолетних в техникуме, я думаю, что где-то половина, наверное, ну или как минимум треть. Это несовершеннолетние, которым вообще как бы участвовать в забастовке не очень круто. Соответственно, мы, наверное, где-то дня 4 планировали все это дело, то есть, нет, 5 даже, суббота, воскресенье, понедельник, да, после митинга, понедельник, вторник, вот, мы все это планировали, мы консультировались с юристами, консультировались с профсоюзом «Учитель», которые дали нам какой-то, ну, вообще, какой-то план действий и базу какую-то законодательную, потому что мы знали вообще, что делать, например, если приедет полиция, потому что мы такие лохи, я вообще ничего не знаю. Мы дезинформировали администрацию специально, вот, я была супершпионкой, я позвонила одной женщине из администрации и три раза назвала ей правильную дату, потом такая, ой, нет, 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 вот, да, это в четверг, в четверг, не в среду, ну, короче, ну, в итоге мы всегда их дезинформировали, то есть, они думали, что мы будем битинговать в четверг, ой, битинговать, за боковку устраивать, а мы, соответственно, в среду, это все дело устроили. У нас были очень большие проблемы с оповещением, потому что очень многие ребята боятся и сразу же бегут, например, к администрации рассказывать, да, что будут, ой, тут забастовка, тут забастовка, поэтому... Ну, некоторые, ладно, ну, человек пять, но, тем не менее, мы не знаем конкретно, кто они, поэтому, как бы, обойти их, это было достаточно сложно, вот, поэтому мы, ну, с агитацией были очень большие проблемы, я думаю, что, в том числе и из-за этого, пришло не так много народу, как хотелось, ну, то есть, это, как бы, три причины, да, очень много несовершеннолетних, очень такая поверхностная агитация, и, третье, это очень мало времени, вот, получается, на все про все. В итоге нас было в самом начале, наверное, около 30, ну, так, с натяжкой, то есть, там, 20 с чем-то, благодаря Наталье, что их было так много, вот, в основном, это была группа Натальи, ну, и, соответственно, костяк тут союза, вот, так. Потом их становилось все меньше и меньше, потому что кого-то родители ждут, у кого-то там еще какие-то проблемы, вот, несовершеннолетние, естественно, все должны были в 10 часов встать и выйти, чтобы, соответственно, успеть к комендантскому часу доехать до дома, если до дома ехать дольше, то, соответственно, раньше. Мы понимали, что мы здание полностью занять не сможем, нас мало, ну, 30 человек всего, да, там, или, например, бойкотировать занятия мы тоже не сможем, поэтому выбрали такой достаточно глупый вариант, ну, какой-то странный немножко, это просто занятие... Да, мы ушли с последней пары и заняли одну аудиторию, одну единственную, вот, и, на самом деле, мы еще думали, это вообще возымеет какой-то эффект или не возымеет, и три часа мы сидели, и ничего вообще не происходило, мы просто сжали пиццу, не знаю, слушали музыку, страдали фигней, то есть это было похоже на забастовку меньше всего на свете. И только потом, когда мы развесили плакаты по всему технику, и когда до администрации дошло, что тут что-то происходит не то, вот тогда началась, началась буря. Это как раз уже было время пересменка охраны, то есть где-то 7 часов, мы начали в 5, получается в 7-7.30 вот это все дело началось. Охранник, естественно, вызвал полицию, ну, он должен был это сделать, вот, полицейский приехал... Хотя мы просили его позвонить Полтавченко. Да, он сейчас будет звонить Полтавченко, да. Вот, он вызвал, да, вызвал полицию, ну, полицейский приехал не один, с ним вместе приехал начальник 16-го отделения полиции. Оставшийся инкогнито. Да, оставшийся якобы инкогнито, но мы, естественно, выяснили, что это за дядь. Здравствуйте. Вот, соответственно, полицейский выслушал нас, мы ему рассказали про всю нашу ситуацию, сказал так, уберите палатку, которая у вас стоит там внизу, а внизу под техникум стоял профсоюзучитель, они поставили палатку, значит, ну, не только профсоюзучитель, вот, ну, просто учитель поставил палатку. И на ней были эти самые плакаты, там, типа, что-то, я уже не помню, защитимость ПВЭПТ, там, что-то, тыры-пыры, вот, нас попросили эту палатку убрать, мы сказали, ой, это не мы, мы не знаем, чья это палатка, ой, там, вообще, вот. И, соответственно, внизу тоже профсоюзучитель сказал, ой, мы не знаем, чья это палатка, палатку арестовали и увезли. Ну, вот, прям, реально, у нас есть фотки, где ее... Она не сопротивлялась, она очень не сопротивлялась, там ветер просто был, вот, они ее прям реально арестовывают, складываются и увозят. Вот, она, возможно, до сих пор там, в штанском отделении полиции. Я не знаю, мне кажется, ее никто не... Ну, кому надо, вот, Юлия Викторовна, делать ничего, что доехать? Ну, там, вообще, нормально не доедет, что это, в штанском отделении. Вот. И вот, собственно говоря, с приездом полиции все и началось. Тут же прилетел просто на крыльях мечты исполняющего обязанности директора... Из-за ли, исполняющего обязанности директора нашего техникума Пластун, то есть исполняющий обязанности нашего техникума Кривоносов был в отпуске, у него был вот, значит, зам. Значит, Пластун приехал, с ним, естественно, никакого диалога не было. Единственное, что он нам говорил, уходите. Нет, предоставьте ваше требование. Да, предоставьте. Его заел на это так. Это, это, это то же самое. Понимаешь, смысл тоже. Уходите. Представьте требование в письменном виде, уходите. Мы говорим, понимаете, у нас требовании не к вам, у нас требования к Полтавчине. Вы все равно предоставьте и уходите. Уходите. Вот и Ворш вот так вот трясло, короче, у него явно был какой-то, какие-то проблемы. Начальник 16-го отделения полиции сидел вместе с нами все вот это время, то есть, получается, с 7 и до 11, где-то, или до 12, мы ушли только в это время, то есть, вот 4 часа он с нами сидел. Значит, мы поняли, что никакого диалога не получается, и поэтому позвонили Максиму Львовичу Резнику. Это, получается, был, мне кажется, единственный вариант, чтобы более-менее нормально все прошло. Резник, как ни странно, приехал. Он про нас вообще не знал, хотя мы тут его связывались с его секретарем. Он забыл. Секретарь забыл. Секретарь забыл, все забыли, короче, вся фигня. Вот, мы еще пытались связаться с Ходуновой, это от КПРФ в депутатка, но что-то как-то не пошло, она там где-то была занята, поэтому... Хотя она нам обещала. Но она не обещала. В чески, она не обещала. Виктор говорил, что обещала. Ну, не знаю. Ну, короче, от нее лично мы ничего не слышали, поэтому вот. Приехал Резник и попытался... Ну, и вот дальше пошел какой-то абсолютно идиотический диалог. То есть наша администрация в лице этого... Начала всячески выгораживать себя и врать по любому поводу вообще. Резник сидел вот так вот, слушал это все. Вот, мы пытались вообще правду какую-то донести до Резника, до администрации. Короче, получалось, что эти врут, мы нападаем, в общем, какой-то бред получился. В итоге, через еще какое-то время приехала представительница комитета по науке в высшей школе, это наши учредители, Степанова Анна Олеговна. Вот, и Вороняна случилось еще больше. То есть вот она врала, как просто, я не знаю, ксивый Мерин. Это было просто отвратительно. Мы сидели и ржали просто над ней и над всем, что она говорит. Вот, это продолжалось, наверное, часа два. Но это было очень обходительно, не как обычно. Ну, конечно, тут Резник сидит. Мне кажется, она его испугалась. Просто было такое ощущение, что она реально боится, не знаю, людей со стороны. Потому что до этого комитет по науке в высшей школе с нами разговаривали вообще не так. Они на носа орали чуть ли не матом. Ну, когда это происходило, на территории комитета по науке в высшей школе. А тут вот как-то им, значит, стало страшно. Ну, когда они приходили, это тоже было не очень красиво. Ну, да, да, да. В общем, они вели себя как свиньи, а тут им это самое, полегчало, видимо. В общем, диалог вот он не приводил ни к чему. Вот мы что-то все на одном месте крутились, эти врут. Мы тут не знаем, что делать. Короче, вот какая-то, какая-то такая очень непродуманная получилась беседа. В итоге Резник предложил нам выход такой. Не самый лучший выход, да, не тот, которого мы бы хотели. Но, тем не менее, хотя бы какой-то. Потому что вот мы поняли, что вот на данном этапе мы ничего другого добиться не сможем. Выход был такой. Мы пишем наши требования и наши вообще запросы ему, и он, как депутат, эти требования и запросы отправляет, значит, по разным инстанциям и устраивает нам встречу с Максимовым. Это представительство комитета по науке и высшей школе вот этого самого. И, собственно говоря, мы уже там обсуждаем вместе с Резниковым. Вот это вот все дело. Это будет праздниками и пока никакого результата. Ну вот мы на этой неделе созваниваемся еще, в четверг. В четверг у нас контрольный созвон с Резниковым. То есть он говорил, что он уже созвонился и сходил, не знаю, там, к Степановой. Он сходил, он сходил к Максимову и к Степановой, да. Они его послали нахер, вот, прям чуть не прямым текстом. Ну, видимо, Максимов просто посмелее, чем Степанова. Ну и, соответственно, посмотрим, как он будет разговаривать, когда будем мы, когда будут преподаватели, когда будут, может быть, представители в опросоюза учитель. Вот, может быть, будет другой разговор. Мы не знаем. Но сам факт, что у нас сейчас уже подписано восстановление слияний, вот. И, соответственно, ну вот, получается, забастовка у нас была единственным выходом. Но, опять же, оставаться, да, и настаивать на своем, ну, у нас были, собственно говоря, требования, у нас было привести нам Полтавченко. После вот этого вот предложения Резника оставаться дальше в стенах техникума и настаивать на своем было немножко бессмысленно, потому что нас бы тут же просто увезли в 16-е отделение. Вот он сидит, начальник 16-го отделения, один звонок, и мы уже там. Вот, и, соответственно, либо там полторы, там, или сколько, две тысячи штрафа, либо, так, сидеть 15-й. Вот, мы подумали, что это не рационально, вот, и проще бы продолжать борьбу не с тюремной камерой, а с мягкого диванчика дома. Вот. Ну, логично, реально. Вот. И, собственно говоря, вот так. Лиза не захотела поехать к клопам. Да, вот, Лиза не захотела поехать к клопам, вот, потому что нам пообещали, что там есть клопы. И как-то вот, вот так это все произошло. Я не скажу, что мы прям, прям супер довольны результатами, но это, как минимум, уже какая-то малюсенькая подвижка. В нашей ситуации даже это уже хорошо, потому что, ну, я говорила, уже подписано постановление. Вот. Что будет дальше? Ну, вот, мы посмотрим. Вот, все. Работу вопросов? Да. Вообще, по поводу вашей, ну, стратегии, как вы ее видели, до этого вы поначали эту госток. Просто мне интересно, вот, вы говорите, да, о том, что до того, как приехал резиновник, разговор с вами был достаточно, ну, в общем, нерезультативный, да? То есть вы ожидали, что к вам придут представители, ну, скажем, администрации, либо кто-то еще, да? Да, и они все же готовят, как в тот же день. То есть с самого начала не было плана забаррикодироваться, например, да? И действительно проводить бессрочную отсутствие. Слушай, на самом деле мы… Проблема в том, что мы, на самом деле, ничего не представляли. Мы делали это в первый раз, и мы… Ну, мы пытались какие-то вообще планы, то есть мы пытались придумать, что будет, ну, у нас в итоге так и не получилось, потому что мы не знали, как поведет себя наше место. Я предлагала забаррикодироваться, если будет нас от 100 человек. Да. Ну, так, нас было мало, ну, то есть это было, по сути, несколько бессмысленно. Реально, вот если бы нас было 100, то есть это уже такая угроза, да, для администрации. Были бы, может быть, какие-то, ну, по-другому бы они себя вели. А так, это получилось, что, ну, вот, вот именно из-за малочисленности… Нет, мы понимали, что вот так это, на самом деле, к нам, скорее всего, не привезут. Может быть, мы надеялись на кого-нибудь там секретаря, я не знаю, лица кого-нибудь там. Ну, мы тоже, знаешь, не питали таких вот прям, надежд, что это реально случится. Мы хотели, скорее, просто показать, что мы серьезно настроены, суперсерьезно, потому что в нашей администрации я вот прям чувствовала, по колечке подирают и хихикают, типа, ага, мы, значит, провели вот это постановление, все, сейчас мы их прижмем. Ну, бесило, вообще идеально было такое вот поведение. И поэтому, ну, вот, нужно было показать, что мы настроены серьезно, что мы не собираемся останавливаться и что мы пойдем на такие, ну, достаточно решительные моменты. Грубо говоря, чтобы они нас сфугались. А все остальное мы уже решили, ну, короче, ладно, как пойдет, так пойдет. Вот терминологический вопрос. Верно ли называть ваши действия забастовкой? А вот хороший вопрос. Потому что, ну, оккупация, занятие помещения, здания, теми, кто не трудится, ну, неверно называть забастовкой. Ну, по сути, да, потому что мы не байкотировали занятия, но это, скорее, знаешь, термин такой для удобства выбранный. Потому что, ну, занятия, здания, ну, это... Надо внедрять, ну, или вспоминать термины, которые забыты. А какие у нас здесь? Ну, вот, студенты заняли технику. Ну, блин, ну, это коротко. Ну, короче, в любом случае, да, это было, действительно, мы заняли здание. Ну, опять же, если бы нас было больше, вот проблема была в том, что мы не знаем, сколько у нас будет. Если бы нас было больше, возможно, дальше была бы забастовка, если бы, например, стали. Но если бы было 100 человек, нас бы не увезли в 16-е отделение, не поместились. Вот, соответственно, мы уже на следующий день, и там, и через день, и так далее. Вот. Ну, а раз, как бы, полторы коллеги... Кстати, да, у нас в начале было 30, я не это самое, не дорассказала. В начале было 30, а под конец осталось семеро. Ну, то есть это вообще, как бы, не вариант. А еще вопрос. А какие выводы? Ну, то есть на будущее, вот если надо повторить, то есть что надо изменить, что надо продумать? Надо, во-первых, больше времени на подготовку, усилить агитацию раз, наверное, в 30, точно. Ну, просто мы хотели собирать номера телефонов, но, к сожалению, не получилось, потому что все забудут. Вот. То есть собрать номера телефонов, обзванивать, либо делать смс какую-то рассылку, чтобы понимать... Нет, номера-то были, просто номера-то отдавали не многие люди. Ну, во-первых, да. Многие отказывались. Ну, половина тех, кого я спросила, они прижались к серночкам, и сказали, что они ничего делать не будут, потому что страшно, опасно, противозаконно и так далее. Ну, короче. Ну, так это и упал в страх. Ну, несовершеннолетние. Не только. Ну, какая разница, что они несовершеннолетние. В общем случае, это... Нет, у нас плюс. У старших, что, пацанам, нахисты отказывают. Потому что несовершеннолетних не повезут. До приезда родителей, ребятов, не хотят. В общем случае. Что, могут увезти его? То есть, я потом к ним приеду туда эти саары. Не знаю. Судя по реакции вот этого главной команды 16-го отделения, он не очень хотел нас вообще куда-либо везти. Он вообще ничего не очень хотел. Да. Ну, ну что, мне кажется, пацанам и всё. Ну, давайте продолжим. Ну, короче, в любом случае усилить агитацию. Может быть, оставлять какие-то списки людей, чтобы хотя бы примерно понимать, кто придёт. Численность. Далее, чтобы был хороший интернет. Очень большая была проблема связываться с журналистами. Нужно вот эту вот тему интернета продумать как бы заранее. Может быть, я не знаю. Вот я помню, что вы приносили этот самый роутер. Он, конечно, фиговенько работал, но хотя бы как-то. До этого у нас были очень большие проблемы. От меня НТВ просто. Оно мне названивало. Требовало от меня видео. А я не могу его отправить. У меня плохо очень работает интернет. У меня мобильный. Он не перешлёт минуту видео. Вот. У меня там телефон зависал. Короче. Ну, это было же. Голубины почты. Да. Голубины почты. Вон ТВ. Вот. Что ещё? Мне кажется, здесь ещё вопрос рычагов давления. Да. Как мы можем вообще повлиять. И в этом плане студенческое движение, оно, конечно, находится в невыгодном положении. Потому что мы ничего не производим. Вот. Вот. Поэтому, мне кажется, нужно, во-первых, привлекать и профсоюз-учитель больше. Больше преподавателей привлекать. И, во-вторых, вот Дима потом расскажет про май 68-го года. Почему он имел успехи? Почему? Потому что было вовлечено рабочее движение. Они поддержали профсоюзы, поддержали рабочий класс. И всеобщая забастовка во Франции 24-х часовая. Только это помогло студентам добиться каких-то своих требований. Да, поддержка. Вот. И, кстати, вот после 68-го года, я не знаю, будет ли вам говорить или нет, в 86-м году тоже во Франции, когда правительство Ширака, вновь избранное, решило сократить расходы на образование. И студенты, ученики школ, они выступили как бы профсоюзом. Типа, поддержите нас. Профсоюзом стоило только заикнуться о всеобщей забастовке, которая уже была в 68-м году. Напомнить так немножко. Ну и правительство Ширака сразу отступило. Никаких сокращений бюджета, естественно, не последовало. То есть, если выступать с позиции силы, да, то здесь как бы мы бессильны, пока нас не поддерживают профсоюзы. И люди, которые, собственно, производят, да, что-то, блага для общества. Вот это серьезный рычаг. Пока у нас не будет этого рычага, ну, как бы, ничего, я думаю, мы не выиграем. Поэтому нужно налаживать связи, да, там, с профсоюзниками, там, кинуть кличи в различные профсоюзные объединения, чтобы они их поддержали. Ну, этот вопрос у нас, поскольку вообще же, ну, запастовку солидарности, она... Запастовку солидарности сейчас юридически отменили, как бы. Но это неважно. Да, это же люди с высотой программической техникой, которые непосредственно заняты... И у них, на самом деле, как я знаю, у студентов прекрасные связи, они просто таки с... Нет, это не следует... На первых собраниях присутствовали преподаватели, то есть нет никакого разрыва. Разрыв это... У нас проблема в том, что у нас профсоюз, там три человека состоит. Вот. Состоит больше. Состоит практически больше, да, но готовы на какие-то действия буквально вот два... Ну, даже два человека, а не три. Потому что все очень сильно боятся. Они не понимают... До него рука пьет. Даже с ними не доходит, что поодиночке их сломают быстрее, чем если они будут выступать группой. Вот. И поэтому вот это вот длится уже... Когда там у нас был профсоюз организован? Где-то... В январе. В январе, да. И вот с января до сих пор вот это вот разброд и шатань. Поэтому, например, ну, к сожалению, ну, привлекать преподавателей было нецелесообразно, потому что ну, что эти два человека? Ну, толку, по сути. Ну, здесь как бы вот два вопроса, да. Во-первых, преподаватели, а во-вторых, уже другие какие-то профсоюзные объединения. И налаживать вот эту связку между студенческим и рабочим движением, как это было в 68-м? Ну, в 86-м году. Мне кажется, вот это сейчас основная наша цель. Да, я думаю, да. А еще вопрос такой, ну, об этом захвате, да, многие написали, многие СМИ разные, левые, областные. Вот, ну, у МНТ тоже была статья, и там сравнивались возможности для забастовки студентов и преподавателей, что студентам это сделать проще. То есть вы согласны с этим или нет? Я не помню статью, честно говоря. Нет, там оптимизировать оптимизатор. Я ее читала, но я ее не помню. Там, короче, выводы такие, что, ну, преподавателям, несмотря на то, что законно им разрешено поставать, они тяжелый подъем, вот, студентам проще, короче, начать, а преподавать не продолжать. То есть, ну, что вы думаете вот об этом тезисе? Студентам, естественно, проще начать, преподавать не продолжить. Ну, на самом деле, вот, не факт. Потому что студенты, вроде, да, вроде бы им проще начать, но мне кажется, что они боятся ничуть не меньше преподавать. Они просто боятся, что их отчислят. Хотя, по сути, ну, по логике, да, ну, за что их отчислять? То есть, отчисления были не травомерными, если бы нас отчислили, да, вот, за эту запастовку. Но, опять же, они этого не понимают. Нет вот какого-то единства, вообще, студенческого движения и понимания своих студенческих прав, поэтому, вот, мне кажется, где-то, пока что, вот, на данный момент, да, примерно, вот, на одном уровне, всем сложно начать, вот. Но преподавателям, да, чуть сложнее, потому что они теряют работу в случае каких-то репрессий. Просто, с другой стороны, работники, они по закону могут бастовать, а студенты бастовать не могут, поискать закон в таких местах. У меня такое ощущение, что всем пофиг вот на это. Если они не знают своих просто элементарных студенческих прав, то вот эту вот разницу, да, тонкоюридическую они тоже... Просто смотри, если выйдут все студенты, это то же самое, как выйдут все преподаватели. То есть, никого не уводят. Ну, да. Не могут весь коллектив уводить. Не могут отчислить всех студентов. Я-то не понимаю. Поэтому разницы нету. Ну, может. Все студенты и не могут. Вот история показывает, что я вот усиленно смотрел разные политические и чисто местечковые университетские какие-то проблемы когда решали, да. А преподаватели там очень-очень редко где светились. В основном это как бы студенты. К сожалению, почему-то вот такая тенденция и историческая как бы есть, что преподаватели... Ну, как бы мы знаем отдельно забастовки преподавателей, да. И знаем отдельно забастовки студентов. Ну, и вот как-то вот солидаризация и слияние этого, как бы это нам ни казалось, наверное, я вот в истории мало увидел. Вот таких примеров. К сожалению. То есть, я говорю... Вот. Технику и ПТ. Ну, технику и ПТ, да. Ну, то есть... Преподаватели поддерживали, но активно забастовку какую-то проводить. Ну, там сама, сама, сама система то, что когда студенты захватывают здание, да, то есть как бы преподавателям уже бессмысленно поставать, потому что они и так не работают. Значим. Например, вот два года назад была большая забастовка в Канаде и все три профсоюза преподавателей ее поддержали. Ну, как бы... То есть они тоже начали трудовой спор, начали переговоры работать работодателем. И хотя, де-факто, это была студенческая стачка, то есть, ну, как бы студенты захватывали, ну, кампусы, но все равно преподаватели, ну, в меру, как бы, трудового законодательства, да, они не уходили за его пределы. То есть, когда суд, ну, прекратил забастовку, да, они, как бы, вернулись, ну, формально в аудитории, но сколько можно было, они бастовали. Ну, вот это, как раз, это хороший пример, мне кажется, к которому нужно стремиться. Ну, может быть, да. Да, потому что пока что... Хозяк. Дима, расскажешь? Рассказать? Давай. Да. Значит, про... К сожалению, у меня будет немножко импровизировано, потому что у меня все материалы на... Сейчас я... Значит, по поводу студенческих, вообще, движений о студентах, да, то есть, к моему удивлению, когда я начал подробно изучать студенческие движения, которые было масса, их, во-первых, далеко не все были, опять же таки, прогрессивными, да, то есть, но, в общем-то, и вообще все студенческие движения можно разделить на две части, да, то есть, это движения общие какие-то политические, да, которые связаны с... именно с политическими какими-то событиями, и движения какие-то именно связанные в местном, так сказать, ну вот, недовольство конкретным там, конкретными мерами в каком-то университете. Вот. И обычные вот эти политические все движения, они были... они были инспирированы... они были связаны в том числе и с, так сказать, нападками на образование, что вызывало, в общем-то, недовольство студентов. Ну, если мы углубимся в самое начало, то, можно сказать, самые первые студенческие движения появились во Франции в XVI веке. Вот. Тогда это были движения... движения, направленные, опять же таки, за автономность университетов, как ни странно уже тогда это звучало, и, в общем-то, было вот в духе, так сказать, борьбы вот с... вот с этой еще... пережитками церковной схоластики, и так далее, и так далее. И, как ни странно, и все это смешивалось, вот, так сказать, с общими протестантскими настроениями. В Германии, в Германию в XIX веке появились студенческие движения, и был... одной из самых известных личностей был... сейчас, секундочку... надо все-таки текст открыт какой-то... Ну, какой, да? А, да, Карл Людвиг Занк, вот. Это... он был одним из участников вот этого студенческого движения, и он совершил убийство очень реакционного писателя, стал таким национальным героем либеральных, националистических и даже каких-то левых сил в Германии, и, в общем-то, его даже вот в своих стихах вспоминал Кут. Если мы подойдем к XX веку, да, то, помним, 1899 год, это студенческие протесты, студенческие волнения в России, которые охватили все университеты. Ну, все это началось с того, что, вообще говоря, студенты... студентам вообще не нравилось, как к ним относится в том числе полиция. Им не нравилось, что был постоянный контроль, была минимальная какая-то автономность. В конце концов, это вылилось в то, что были разгоны просто студенческих, так сказать, собраний, студенческих гуляний нагайками. После этого начались протесты. Потом власти ввели экзамены и сказали, что эти экзамены будут контролировать полиция. Ну и студенты выступили против, окружили здания университетов, и, в общем-то, вот эти все волнения были подхвачены университетами по всей России, в том числе и в Казани. И, в общем-то, это важно, потому что там Владимир Ульянов, так сказать, в этих протестах участвовал. Это много сыграло на, так сказать, образование, на его политические дальнейшие действия. И теперь, если мы перейдем к 20 веку, то студенты в 20 веке играли большую роль во всевозможных политических протестах. И если мы сейчас подойдем к апогею, то это 1968 год, Красный май во Франции. На самом деле, тогда студенческие события были не только во Франции, а вообще по всему миру. Значит, что у нас в 1968 году было? На 1968 году был во Франции экономический подъем, очень такой большой. Но на фоне этого рост безработицы, рост неравенства и такое противоречивое развитие вот этой бедности и общества потребления. Так сказать, ну, то есть вот это вот, ну, в общем-то, общество потребления, да. Потом было, параллельно этому шло, шли события Бражской весны, плюс ко всему вторжение, вторжение американских войск во Вьетнам. Ну, и, в общем-то, выступление студентов на Красном мае, поддержанное, в первую очередь, действительно, рабочими, в общем-то, захлестнуло другие студенческие, подогрело другие студенческие движения. О Красном мае вот интересно очень порассуждать действительно тему, что студенты могут, а что студенты не могут сделать самостоятельно. Кто-нибудь смотрел, ну, все, наверное, смотрели фильм «Мечтатель», да. То есть это как бы студенты, они вот живут в своем, действительно, мире каком-то отдельном, отстраненном, да. Такое тоже имело место быть. И, действительно, только тогда начались действительно какие-то серьезные протесты, когда появились забастовки на заводах. До этого студенты были, так сказать, вот-вот, скорее, такие, такой, именно что интеллиген... Такое... Сейчас скажу, как бы это выразиться. Такой более... Обособленный? Не обособленный даже, а отстраненный такой вот интеллигентский такой протест, да, то есть который... Нет, не маргинальный. Он был не связан, был такой неконкретный, скажем так, да. То есть это, в конце концов, тоже вылез, потому что власть-то лежала практически вот-вот, подходи-вели, да. Но вот эта вот неорганизованность какая-то, остороненность, может быть, какая-то богемность студентов, да, она помешала, так сказать, формированию четкой тактики о том, что, ну, все-таки нужно брать власть. Вот. Например, ватамайские студенты, которые были детьми очень богатых родителей, которые, так сказать, фактически помогли свернуть власть и поставить им, так сказать, свернуть правительство антиимпериалистическое, поставить американских империалистов, да, они четко понимали, что нужно брать власть. И, в общем-то, это один из примеров вот этого самого реакционного такого движения. Дальше, что следует сказать, если по хронологии, можно сказать о студенческих волнениях в Китае. Это одни из самых, наверное, больших студенческих волнений, которые были, в общем-то, довольно противоречивы. Информация о них даже противоречива. Что было? В Китае были реформы вот этого Ли Цзиньпина. И студенты выступили не то чтобы против, они были, так сказать, с одной стороны за эти реформы, считали, что они идут, так сказать, слишком медленно. С другой стороны, они считали, что идет бюрократизация, что идет, так сказать, рост коррупции. И, в общем-то, они упрекали в том числе и в том, что от принципов вот этого антибюрократизма, который был, так сказать, введен МАУ, да, он, как бы, нынешние власти отходят. Вот. На левых ресурсах много сказано, что нет, эти ребята не были, так сказать, против коммунизма, они были, так сказать, против перестройки, поэтому обычно на улице. На других ресурсах сказано, что наоборот, как бы, они видели, что происходит в СССР и выкреповали, чтобы эти реформы ускорялись. Вот. И, в общем-то, ну, очевидно, что люди выходили по разному поводу. Вот. Что, что примечательно, что эти демонстрации были подавлены танками, приняли участие в них студенты почти всех университетов, эти демонстрации были подавлены танками, количество жертв неизвестно, количество арестованных неизвестно, и, в общем-то, это породило большой отток диссидентов в Гонконг, и, в общем-то, образовалась даже вот соответствующая диссидентская субкультура, большая после вот этих протестов. Примечательно еще было, это называется, одна из фотографий, вот, где один студент просто стоит, и перед ним три танка, и он вот держит вот эти танки, то есть это, имя этого студента было не установлено. Вот, кстати, еще расстрел студентов был в 68-м году, как ни странно, в США. Вот, в США был расстрел студентов, и причем там были протесты против ввода войск в Вьетнам, и кто-то открыл огонь именно из гвардейцев национальных, и, соответственно, было 30 или 40 именно убитых. Вот, было установлено, что провокаторов никаких не было, власти признали, что огонь был незаконный, но никого не наказали. То есть, вот такие были интересные. Теперь перейдем к России, кто-нибудь знает, благодаря чему студентов не призывают в вузы? Ой, не призывают в... из вузов не призывают в армию. Было такое в 95-м году, студенческое действие, по-моему, организация. Вот, и были, соответственно, были протесты против реформ образования, вообще они были даже против вообще всего платного образования, против призыва студентов из вузов. Вот, эти протесты были, ну, подавлялись, были аресты, были дела, в общем-то, но как раз-таки из своих основных задач студенты добились, то есть не было призыва в... сейчас нет призыва из вузов в армию. Впервые о таком слышу. Нет, Черномыльдин пытался ввести вот эти вот... Резыв студентов был отменен в 92-м... нет, в 89-м году. Его хотели ввести реформу, Черномыльдин. Нет, но... Вот, они и против года этой реформы студенческое действие выступало. Это называлось-то студенческое действие, студенческая защита это называлось. В Москве, это Костенко, когда марш проводил по улице Горького, да? Да, и в общем-то, это было все, а не было... Ну, как бы, да, хотя я бы, конечно, не назвал бы, ну, что из-за этого марша. Хотя, действительно, был очень серьезный марш, в нем, наверное, приняло участие человек 900, меня там не было, я не видел, но, действительно, до конца улицы Горького дошло человек 800. Но я все-таки не думаю, что... Ну, такой закон не вносился в Думу, как бы, и... Я не думаю, что если бы этого марша не было... Хотя, как бы, там было много требований, действительно, и политических, в этом смысле, из-за того, что активно левые... Это движение было левое, исходное, в нем участвовало много левых политических активистов. Ну, как бы, это и касается и РКСМБ, в первую очередь, это касается и анархистов, то, как бы, у них были политические требования, но я все-таки, как бы... Это, конечно, очень хорошо было бы сказать так, но я думаю, что здесь есть большое преувеличение, ну, что не призывают в армию именно из-за этого. Ну, не знаю, это даже на либеральном лице было написано, что... То есть, как бы, что были такие... То есть, что был такой указ, и он в итоге не был введен. Ну, предположим. Да. Значит, теперь... В общем-то, интересное... Интересное еще такое движение было, которое, к сожалению, в русском язычном сегменте не было. Мне пришлось вспоминать немецкий и смотреть, что было. В Австрии и в Германии. Вот. Были большие студенческие протесты в Австрии и в Германии, которые были связаны с, так называемыми, уже неолиберальными реформами, да. Это сокращение финансирования, сокращение автономности университетов. Также были очень большие протесты против баллонской системы. В результате в университете, в единственном университете Австрии, в котором не успели ввести баллонскую систему, чтобы ее не ввели, был организован протест, захват университета. Потом захваты университета продолжились по всей Австрии. Но, к сожалению, в Австрии результатов толком этих движений не было. Там что-то наобещали, студенты разошлись, не организовались. Они очень сильно хотели прямой демократии, постоянно проводили вот эти обсуждения, обсуждения, обсуждения. И в результате, говоря, это движение, просто говоря, ну, ни к чему не переверло. Но эти движения студентов поддержали в Германии. И уже в Германии порядка 90 вузов также было занято, захвачено. Германское правительство на это отреагировало тем, что они пересмотрели, так сказать, финансирование университетов. Ввели новые стипендии, в общем-то, и частично, да, и расширили бюджетные места. Но, к сожалению, баллонская система осталась. Да, основным аргументом против нее было это вот то, что разделение на вот эти, на две части позволяет, так сказать, экономить на образовании, да. И были еще протесты против баллонской системы, но так и не удалось добиться ее отмены. Вот это событие в Австрии, в Германии. Когда это было? 2009 год. В 2009 году это. Вот. И там очень-очень большое количество тоже было левых. Левых активистов. Теперь можно перейти к России. В России даже вот в последние... А, в России и Украине даже можно перейти. Вот в последние года очень большое количество студенческих протестов в России и в Украине. В Украине сразу после Майдана во многих университетах студенты требовали отставки электоров и в результате добились ее. Ну, в этом ничего нет удивительного, да, то есть смена, так сказать, политического режима, смена власти, не скажешь, политического режима, смена власти, как бы, и влечет за собой смену каких-то там, так сказать, наместников в университетах. Вот. Вот. И были студенческие протесты в, соответственно, у ваших коллег в Московском государственном университете и полиграфическом университете. Вот. Там... А что они там? А студенты добились снятия ректора. То есть они именно против конкретного ректора? Да, да. Были... Там тоже были занятия помещений. Были большие такие баррикады в РГТУ в Москве, если я не ошибаюсь. Там было как раз-таки слияние с другим университетом, тоже там разные профили. Вот. В результате студенты почти ничего не добились, за исключением того, что в РГТУ формально еще обучали тем специальностям, которых нету вот в этом втором университете. И, соответственно, был такой момент двоевластия. Ну, там были такие большие баррикады, все было партами закидано. Вот. В Дагестанском университете еще была... Вот это называли забастовкой. Она была... Включала в себя 250 человек против слияния факультетов. Двух факультетов. Инженерного какого-то и экономического. Почему-то их решили объединить. Вот. И, соответственно, в Дагестане там было 250 человек забастовки. Они заняли университет, потом начали сидячую забастовку, и в конце концов у них было еще три дня голодовки. И это сыграло свою роль, вот на заметку, в том, чтобы не, 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 так сказать, не объединяли факультет. Вот. В Европе очень много студентов, в конце концов, добивалось и в Венгрии, по-моему, было. Добивались, в общем-то, от снятия ректоров. Вот. Но, к сожалению, практика показывает, да, что вот эти, так сказать, ну, местечковые вот такие протесты, да, несмотря на то, что они требуют автономности и вот такой независимости, да, в конце концов могут добиться лишь вот смены там неугодных ректоров, что тоже по себе хорошо. Возможно, переизбрание ученого совета, да, но, к сожалению, кардинальных каких-то серьезных перемен мы не видим. Хотя это все-таки способствует спасению, спасению, возможно, от слияний и от других оптимизаций. Вот. Ну, как сказать, непонятно. То есть, как бы я вот, например, в случае слияний, который смотрел, да, в России, я, к сожалению, все не вспомнил, там были 3-4 успешных случая защиты от слияний или факультетов университетов. Ну, и, в общем-то, ничего, ну, их оставляют в покое. Вот. Вроде бы, вроде бы рассказал все. Про РГТУ вот комментарии просто, ну, это несколько лет назад было там. Может, одиннадцатый. Может, помнит, кто картинку там, жгли в бочках что-то на улицах. Ну, то есть, там, проблема в том, что этот протест был организован сверху. Ну, то есть... А, да, там... То есть, это важно, потому что, ну, представьте, сотни студентов сидят на местах, бастуют как-то, да, а на самом деле это просто организовала администрация этого вуза, который они хотели... Причем не этого вуза, а проектор того вуза, с которым хотят слиять. Да, то есть, как бы, это было сверху, так что это сложно считать таким... Вот. А еще вопрос. Да. Дмитрий просто привел пример много, условно говоря, прогрессивной роли студентов, да? Вот. Ну, интересно было бы услышать, когда студенты, они же активные люди, но они могут занимать неверные политические позиции, да? То есть, они могут... То есть, можешь привести такого рода примера? Ну, я вот говорил про... Ну, что у тебя получается, что студенты всегда занимают правильную сторону? Не-не-не, я говорил про Гватемалу, да, где способствовали приходу империалистического правительства. Это немаловажно по той причине, что... Что... А, это... Так, это закономерно, потому что по той причине, что в странах третьего мира студенчество обычно является таким привилегированным сослоем, да, и оно, так сказать, больше ориентируется на, так сказать, правую экономическую политику. А, в Гватем... Что-то я вот читал, их было много таких. Частично, ну, я не знаю, как сказать, насколько было... Вот для меня это вопрос, насколько было прогрессивным или непрогрессивным студенческое движение во время Пражской весны против, так сказать, вторжения советских войск, я оставлю, так сказать, личную оценку, наверное, за скобками этого. Потом еще мне кажется... По-моему... Студенты принимали... Так... Надо вспомнить... Нет, я вот сейчас... К сожалению... Можно было вспомнить... То есть студенты резко негативно отнеслись к октябрьскому перевороту 17-й год. Это первое. Вот... А второе... Вот сейчас... Ну... И уже много лет продолжаются события в Венесуэле. Венесуэле, да. То есть еще против Куба Чавеса, когда он был жил, но против буржуазного популиста Куба Чавеса были тоже студенческие протесты. И там есть студенческие организации, которые очень реакционно настроены. То есть они представляют собой такую реакционную силу, которая хочет, естественно, поставить там проамериканское правительство и так далее. Да, и сейчас вообще... А есть и про Чавесовские студенческие организации. Есть и про... Да, я просто... Я привожу пример Контра. То есть как бы... Реакционные... Реакционные организации. Да, студенты не являются, в общем-то, таким нечто однородным. Да, и в каждой стране своя специфика. Вот. У нас студенчество... Вот у меня такое ясное мнение, что у нас студенчество, так сказать, менее, менее, так сказать, на подъем способное, потому что у нас сохраняется еще вот эти... Пережит... Ну, к сожалению, все убирается от этого... Бесплатного образования. Вот. И поэтому студенчество, конечно, не так сильно... Пережит. 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 Образование. Да, да. Ну, а как еще сказать со стороны наших властей, да? Я пережиток бесплатного образования. Мы все пережитки бесплатного образования, да. Кто бесплатно учился, да? Вот. И, в общем-то, поэтому студенчество, оно не так боеспособно, как, скажем, в той же Франции и Германии, где они очень резко реагируют на... Вот здесь же тоже было студенческое движение, активное. Знаете, вот я два раза участвовал здесь, в России, в большом студенческом движении. Один раз, в большом, в Украине я в это время был. И движение было успешным. Все требования были выполнены. В движении участвовало 7 тысяч человек. 7 тысяч человек. Это, ну, есть болевая точка, вы, наверное, знаете. Это транспорт. Ну, власти все время пытаются лишить студентов бесплатного проезда. Ну, экономия же, да? И вот на Украине в 2002, по-моему, году, очередное там, перед еще оранжевой революцией, очередное правительство, Кучма там, наверное, тоже решилось экономить. И по всей Украине начались студенческие протесты. И вот так мне повезло, что я в это время оказался в Харькове. Ну, бывает, что везет. И мне позвонил, а это было тогда непросто, как бы на вписке там нашли меня, что на улицу выходят студенты. Совершенно практически стихийный протест. Начался в ветеринарном институте. Ну, казалось бы, ветеринарный институт. А между тем, между тем, это самая бедная часть студентов. Почему? Ну, потому что, что могут из деревни? Ну, только что, если кусок сала прислать, да. А лишили, между прочим, не только проезда в городском транспорте, ну, в троллейбусе метро, да, в Харьковом метро есть, а и проезда два раза в год домой. Нифига. На поезде можно было ехать. Ну, как бы эта льгота была в Советском Союзе везде, потом ее отменяли много раз. И вот люди не какие-нибудь активисты, потому что, я говорю там со всеми политическими активистами, когда движение победило, это был создан комитет. Просто люди нашлись, которые писали вот от руки эти бумажки, которые, значит, на кнопках крепили на аудитории, ну, на доску объявления в ветеринарном институте. Эти люди нашлись, это были просто девушки, которые, ну, в каком-то смысле были доведены до отчаяния тем, что у них нету, ну, надо сказать, что, конечно, ну, ветеринарный институт, конечно, он, во-первых, расположен очень неудачно. Оттуда добраться никуда невозможно без транспорта. Ну, и вот они вышли на улицу, шли просто с четвертого этажа здания, снимали всех подряд. По аудиториям заходили в аудиторию, смоли, я это не видел вот именно там, потому что я успел только тогда, когда движение уже разворачивалось, ну, потому что я вписывался в центре Харькова, в национальном университете, вот, знаменитом, который расположен в зданиях бывшего госплана Украины, вот эти конструктивические здания, он, собственно, в Сумской площади знаменитые. И вот из них выходили студенты. Там происходило то же самое, то есть это уходили прямо из аудиторий, группа за группой, группа за группой. Потом люди видели в окна, что выходят на площадь, и просто по Сумской, по этой длинной улице вышли, значит, студенты вот ветеринарного, еще медицинского института подошли, а большая часть студентов университета спускалась вот прямо. Огромная площадь, самая большая площадь Европы, там тогда еще стоял Дзержинский посредине. Ну, конечно, заполнена она не была, че уж там. На самом деле, порядка 7 тысяч человек. Но я был в толпе, трудно судить, на самом деле. Ну, понятно, что ни тысячи, ни две. Там 7, 10, 5. Значит, и находится городская администрация. И сразу же, как только, значит, собрались люди, выступали прямо с такого, ну, как не крыльца, я не знаю, как это назвать, ну, подъем городской администрации. А потом пошли на штурм городской администрации. И, значит, оцепление, вот, первый ряд оцепления продавили. Я тоже не был в первом ряду, как бы, ну, просто потому что физически там народу много, как бы. Кто руководил протестом? Руководил никто, не руководил протестом в этот момент. Потом, 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 уже когда был захвачен вестибюль, и, как бы, ну, спецназ, он сосредоточился, полицейский, на лестнице, ну, чтобы удержать, ну, точнее, второй этаж, где тут находятся все городские власти. В этот момент, да, стали создаваться органы, был создан забастовочный комитет. В основном из политических активистов туда вошли члены, ну, коммунистического комсомола КПУ, ЛКСМ, он как-то так назывался, вошло, вошел, два анархиста вошли, и вошел один, есть такая сталинистская, ну, сейчас ее же, по-моему, нет, ну, в общем, такая сталинистская организация, ультра-сталинистская, ну, или джаистская, ну, сталинистская, все-таки, все-таки, да, в Харько, и вот, и молодой парень оттуда еще один вошел. Вот, я участвовал тогда вот в этих заседаниях первых трех, пока не уехал, и, значит, они проходили в обкоме КПУ, на самом деле, техническом, вот, и, да, и когда они создавались, тогда, когда нужно было выбрать комиссию для ведения переговоров, ну, это была формальность, потому что, на самом деле, комиссия никакая была уже не нужна в том смысле, что, я не помню, как он назывался, ну, в общем, городской этот начальник, он уже к тому времени заявил, что троллейбусы метро остаются бесплатными, а решить вопрос о, вот, а решить вопрос о поезде он не может, потому что это, ну, это федеральный, ну, не федеральный у них, как это у них на Украине, это называется не федеральный, а национальный, наверное. Ну, в общем, это полномочия министерства, и он не может отдать такое распоряжение, именно поэтому была создана комиссия, ну, как бы, вот этот комитет, который должен был вести переговоры уже с правительством, ну, как бы, с правительством, как бы, Украины, о вот этом, вот, вот этом вопросе, а решение о городском транспорте было принято непосредственно, то есть он прямо, стоя за спинами, значит, это, он не вышел, он стоя за спинами, прямо, значит, прокричал, вот, ну, через голову, вот, то есть движение длилось с, где-то с 11 утра до, где-то, 11 вечера, значит, вечером где-то разошлись, на следующий день был небольшой митинг на этом же месте, но это была инерция, на самом деле движение было исчерпано, потому что все требования были выполнены, утром стало известно, движение было, кроме Харькова, еще в нескольких городах, это в Сумах неподалеку и еще где-то западнее, было сообщено, что решение выполнено, ну, все требования студентов выполнены, ну, как всегда бывает, поскольку все требования выполнены, то комитет действовал еще некоторое время, насколько я знаю, ну, в том смысле, что я перезванивался с его лидерами, уже уехав с Украины, и тем не менее, движение было успешно. И был еще один пример, вот, в нем даже вот Алексей участвовал, тоже мог бы рассказать, на самом деле, это движение в защиту правопроезда аспирантов вузов вот здесь вот в Питере, которое происходило. Дело в том, что это были 2000-е годы, я уже не помню какой, после этого аспирантов лишили права бесплатного проезда аспирантов вузов, потому что, например, аспиранты Академии Наука, они не протестовали, они тогда, правда, споры не имеют. Вот, их лишили и не вернули. А студентов вузов вернули, аспирантов вузов вернули. Значит, как это происходило? То же самое, значит, как всегда, наиболее обездоленные всегда протестуют первыми. И это были аспиранты, девушки в основном, аспиранты гуманитарных вузов, гуманитарных вузов, это педагогического в основном, больше всего их было, но также и, удивительным образом, финансо-экономического и универа. На самом деле, ну, было некоторое количество, человек пять, активистов, на самом деле активистов, поскольку там среди них только один парень был, на самом деле. Вот. И было проведено три, по-моему, собрания, были проведена агитация в университетах, а потом просто был осуществлен, ну, мягкий захват комитета по транспорту. Он тогда, ну, как, он находился тогда на Московском проспекте, значит, активисты записались на прием. Ну, записаться удалось троим, потому что, как бы, ну, по правилам, ну, как бы, ну, сколько вот выдали, как бы, сколько этих... Ну, пришло порядка пятидесяти человек, вот, пришло порядка пятидесяти человек, и, значит, вызвали телевидение, тогда тут был еще такой канал сто, достаточно такой, вот. И, значит, заходит первая девушка, значит, она расписывается, показывает паспорт, все происходит, затем заходит вторая, заходит третья, а потом начинают идти все подряд, как бы, значит, просто это. И все люди прошли по лестнице и заняли сначала, ну, приемную, значит, где вот перед кабинетом председателя комитета. Ну, и плотно люди там очень стояли, потому что, на самом деле, это было малоприспособленное здание, была очень узкая лестница. И, фактически, вот эти все люди... Ну, на самом деле, внутри оказалось народу меньше, чем было на улице. Ну, на самом деле, трудно сказать, потому что я на улице не видел уже. Ну, я думаю, человек 30 точно было, на самом деле, я думаю, побольше, наверное. И вот это узкое помещение, значит, очень тесное. Председатель комитета оказался с одной стороны, внутри, в своем кабинете, секретарша, а она, значит, снаружи уже тоже подъехал ОМОН, как положено. Но мы с ним вообще не сталкивались, пока, значит, не вышли. И, ну, как бы, некоторое время было такое пауза, ну, как бы, а потом, ну, в силу просто понимания бесперспективности, как бы, стояния, что он это... Он не хотел, как бы, ну, никто не хотел, что он каких-то, ну, беспорядков. Ну, и потом, на самом деле, честно-технически, он же сам-то тоже вот здесь, как бы. И он говорит, давайте пройдем в конференц-зал, значит, для ведения переговоров. И, на самом деле, да, в буквальном смысле, невыгодно, потому что в этом маленьком предбаннике оказалось, что нас очень много. А когда мы прошли в конференц-зал, там был огромный такой стол эллиптический, и выяснилось, что народу немного. Но, тем не менее, как бы, велись переговоры, они, на самом деле, были неуспешны. То есть, ну, он нам рассказывал о том, что, значит, что вот это, какие деньги, что вот на эти деньги можно купить два троллейбуса. Ну, как бы, ну, ему говорили, зачем нам эти троллейбусы, если на них нельзя ездить? Какой смысл в троллейбусе, если у тебя нет денег, ездить на этом троллейбусе? Ну, в общем, было бесперспективное такое, в общем. Ну, как бы, действительно, был отклик. В первую очередь, ну, и СМИ, конечно, это и больше даже бумажные СМИ, то есть, ну, там, интернет-СМИ. И, как бы, действительно, была, ну, как бы, была огласка, непосредственно депутатов мы не звали. Но, тем не менее, как бы, тема, она была подлита. Да, и, значит, были тоже встречи с, потом, значит, с различными депутатами. Ну, это, как бы, они ничего, на самом деле, даже не обещали. Но факт состоит в том, что, действительно, когда в августе верстался бюджет следующего года, то, значит, был включен туда пункт о финансировании вот этих вот карточек. И он с тех пор есть, как бы, каждый год в бюджете Санкт-Петербурга. И, вот, если, как бы, кто-то был аспирант, вот, Вася, Вася аспирант, да? И Вася может подтвердить, что... Ну, как бы, как все, ну, то есть, она, сколько-то, как студенческая. У нас не бесплатный журнал для сучащихся. Ну, вот, вполне, как бы, можно. Главное, быстро, 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 быстро. Потому что, на самом деле, сопротивление, ну, как бы, запугать легко студента. На самом деле, студенты, по большому счету, ничем не рискуют. Ну, если честно. Выгнать студента очень сложно. Ну, если он двоечник, то его можно, на самом деле, завалить на экзамене. Это самый простой способ. Выгнать студента за прогулы очень сложно. Ну, у нас тут придумали веселую эту самую технику. А они придумывают выговоры. Не, выговор, значит, во-первых, дисциплинарка, значит, тут ситуация такая, что, во-первых, если первая дисциплинарка объявлена, с незнакомым, но и списался, то, конечно, конкретному человеку надо вести себя осторожнее. Это, ну, как бы... А если сразу три? С задним числом. С задним числом. Они не то, что задним числом. Ну, если, например, одна из дисциплинарок за то, что студент забрал зачетную книжку. Мы вдвоем с них забирали. А вы оспариваете это в суде? Да, естественно, мы уже все оспорили, мы уже все решили. Просто вот была такая ситуация, что, получается, администрация требовала у нас, заводчиков, чтобы учебные книжки всегда были в учебной части. Мы ходили, возмущались. Почему? Они же какая-то... Потому что нам надо с ними поработать. Все. Вот. Мы ходили, возмущались, ругались, бились. Короче, вот так, нам это надоело, и мы вдвоем вот с молодым человеком забрали зачетные книжки. Ну, правильно, это у вас есть такое право. Мы даже написали расписки две, что вот забираю там по тому-то, там по положению какому-то, вот запретная книжка. Да, абсолютно, да. На следующий день у меня нет выговора, а у него есть. И потом еще два, и просто потому, что он юрист Союза нашего. Не, ну я думаю, что он отсудился уже. Нет, он все, мы все решили там и через суд, и через ездить. Короче, факт в том, что уже почти был подписан договор о... Ой, фу, да. Приказ о его отчислении. Ну, тем не менее... Да, только благодаря забастовке... Я думаю, он отсудился бы все равно, потому что это... Нет, просто пока бы он судился, пока бы он судился, уже бы прошло время, и он бы, когда его восстановили, у него просто был государствен, да. А что, он бы сдал государственным человеком, ему бы сдали бы я Cannes? Нет, ну он все равно он сдал бы это в следующем году, когда уже у нас была бы... Ну, конечно, но если бы мы не отстояли, когда у нас уже была бы академия. И диплом бы у него была эта академия, печати и какого-то... Но это в любом случае гораздо сложнее, чем уволить преподавателя за однократное грубое нарушение в форме прогула. А на самом деле забастовка, она расширительно трактуется всегда, ну как бы она не является, ну не объявлена официально и не прошла все стадии в Саванне именно так. Это гораздо проще, кроме того, студент даже сегодня отчислен, ну он может доучиться, ну где-то или там, но конечно у преподавателя, у него это, ну в трудовой книжке запись за прогул, и вообще конечно трудоустроиться учителю с такой трудовой книжки вообще конечно непросто, тут надо прямо сказать. Конечно преподаватели боятся, это всегда так, но как бы тут ведь в чем дело? Студент, он боится на самом деле от незнания, потому что он не понимает, что ему делать ничего нельзя. И это легко исправить агитацией, а преподаватель боится от знания, опытный преподаватель боится от знания, от понимания того, что как бы, ну как это на самом деле, до тех пор, пока забастовка официально не объявлена, он как бы абсолютно беззащитен, ну перед произволом работодателя, перед угрозой увольнения, но если говорить именно о высшей школе, а средней школе, а спереди специальной, перед по десяткам статей, потому что, ну как бы, в преподавателю жить, так как это говорят, по уставу, да, практически невозможно, то есть, ну как бы, ну, иначе это просто зарплата, она абсолютно неадекватна, если приходить к, как это, к звонку, ходить, и при этом еще и делать, выполнять эти миллионы бумаг, которые на самом деле требуют. Так что, я думаю, что на самом деле, главное, быстрее. Товарищи, давайте вернемся к маю 68-го. Если можно, я тогда как раз по маю 68-го, по технике, просто как это развивалось. 68-й год, 68-й год, май, именно самое главное событие, о чем мы говорим, красный май, как они развивались. В начале мая закончился студенческий этап противостояния. Студенты до этого года два бурлили. Как вы помните, в 67-м году был разгон демонстрации в Германии, когда убили одного студента. Было много студенческих требований по автономии. Это все внутри, внутри студенческое бурлилось. И накануне, накануне мая, в марте, закрыли один из универов, один из ключевых универов. Нантер, Нантер. И там активисты, из-за того, что все уже учебы нет, вышли на улицы. Вышли на улицы, начался мая, 3-го мая, начались вот эти волнения, которые первоначально вызвали в обществе, ну, типическое отношение. Буржуазные сынки, ну, что вам еще надо, вы и так учитесь, сыты, обуты, одеты. Это говорили даже многие профсоюзники, в открытую. Мы не поддержим это все, вот непонятно что. Но потом, потом, когда студентов жестоко разогнали, а полиция всегда жестоко разгоняет, когда особенно думает, что за это ничего не будет. Позошло изменение сознания. Тем более, часть студентов, в силу своих политических убеждений и связи с профсоюзами, выступили в роли застрельщиков. Они ходили на заводы и рассказывали, ребята, давайте, как и мы здесь будем. В результате вот этого бурления, бурления, сдвинулись мощные, мощные консервативные верхушки, как раз профсоюзов и лично коммунистической партии, которая тогда была очень сильна. Это был ее расцвет. И Жорж Маршетт, большой, большой, большой коммунистический партий. Ну, пора, пора действовать. Пора действовать. Тем более, тем более, очень важно, когда студенческое действие совпадает, о чем мы говорили, с рабочим движением. В том же самом марте, 68-го, когда закрывались универы, и студенты уже, как отряд действия, был готов, начались переговоры по генеральному соглашению. А что это такое? Это старая телега, которая есть во всех странах, когда представители профсоюзов, профсоюзов, национальных объединений работодателей и третья сторона представителей власти начинает обсуждать генеральное соглашение. Что-то вроде коллективного договора, но только вот общенационального. И переговоры шли март, апрель и начинается май. В среднем они длятся три месяца. И профсоюзники знают эту тему, когда где-то забурлило, неплохо бы надавить, неплохо бы надавить. И вот за эту неделю, с 3 по 13 мая, когда видели, как студентов прессуют, и многие рабочие говорили, ну, подходят к концу коллективной переговоры, и надо давить, было принято решение в понедельник, 13 мая, объявить общенациональную забастовку, суточную. А что это такое? Мне приняли участие около 10 миллионов человек. Сейчас население Франции 60 миллионов. Если откидываем там плюс-минус прирост и неработающих, то есть получается это треть трудящихся Франции отказалась работать. И в этот 13 мая не только была общенациональная забастовка, произошли еще два мощных события, которые синхронизировали и взорвали всю эту систему. Учитывая, что 10 миллионов человек, им нечего делать, они не работают, студенты тоже не учатся. И они свободны. В Париже в этот же день, 13 мая, студенты захватили Сорбонну, один из крупнейших универов, а все трудящиеся Франции и оставшиеся студенты организовали демонстрацию, в которой приняли участие 800 тысяч человек. Сейчас население Парижа 2 миллиона 200 тысяч. Ну, плюс округляем, получается, почти половина города вышла на улицу. И вот в этот день, вчера как раз была вот эта годовщина, когда треть Франции встала, а в Париже встала половина, на одни сутки, на одни сутки, треск был такой, что Деголь уже планировал, уже планировал на вертолете лететь на американскую базу во Франкурте-на-Майне, и готовились войска, чтобы подавлять. Но, 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 в результате, о чем очень важно, почему вот студенты оказались в этом отношении заложниками, то, что они первые вышли, но дальше правительство начало разговаривать по отдельности. С профсоюзами они отдельно договорились, по генеральному соглашению прибавили, все ушло. Со всеми политиками, которые решили воспользоваться студенческими волнениями, и договорились, что в июне 68-го, то есть на следующий месяц, проводятся перевыборы досрочные, и в результате студенты остались люди. Какие вот результаты мы можем назвать, кто может вспомнить, чего же добились студенты мая 68-го года? Вот если можно... Повышение платы за пособие по безработице полтора раза. Повышение по безработице, это по генеральному соглашению. Это не студенческое требование. Ну нельзя же отделять... Можно, можно. Когда сидят вот эти большие профбоссы, и договариваются, и говорят, ребята, мы вам повысим, если вы свернетесь. Что именно студенческое? Вот именно о студенческом. То, что студент потом станет безработным, это хорошо. Было бы одно без другого было бы. Так оно и так и происходит. Мы отделяем. Мы всегда отделяем вещи, когда рассматриваем. Да, все бурные события, движуху мы знаем. Отлично. Баррикады, яркие флаги, запрещать запрещается, огонь по штабам. Это мы все знаем. И вот здесь вот такое конкретное... А теперь мы возвращаемся в издательско-полиграфический техникум. Вот это здание, где сколько? 400? Да, около... Ну, округляем до 500. Ну и 50 преподов. А тысяча округляем до 1000. Нет, до 500, скорее до 400 уже надо. 300 заочниками. Очники 250. То есть те, кто могут выйти, 250. Нет, я говорю, кто учится. Учится заочниками вместе 400 человек. 400. Ну и 40, 50. Ну где-то, получается, в среднем преподаватель 1 на 10. Вот у нас получается точно такое же соотношение сил. Просто сравниваем с 68-м годом просто по пропорциям. Из этих 50 преподавателей человек 7 в профсоюзе. Просто вот соотношение сил. Из 400 студентов приняли участие в акции первоначально. Ну, округляем до 40, Ну, чтобы пропорции понимать. Десятая часть. Потому что преподов получается точно такая же, где-то пятая. Ну, плюс-минус. Вот вышли. Эти, вот мы берем все время, происходит. Две силы идут. Идут студенты, идут преподаватели. Чем занимаются преподаватели? Преподаватели, студенты тоже не очень хорошо знают, как и не знают преподаватели, что занимаются студентами. Но мы видим, что параллельно проходили то, что мы следили. Когда студенты выдвигали свои требования о том, что товарища допустить до экзамена, результаты были. Когда точно так же студенты, вот сухой остаток вот этой замечательной акции, когда ушли, потом разошлись вместе с средней, никого не отчислили. Это было достижение студенческое. И это достижение есть. Ну, да. Теперь вот вопрос восьмой. Если мы сравниваем это с маем, то это чтобы получился эффект мая 68-го, каким-то образом должно получиться, что и студенты вот так отдадут на преподавателей, что вот вместе они состыкуются. И будет эффект. Только так. Вот что такое именно маяк по совокупности сил. Сейчас мы видим, студенты идут самостоятельно и добиваются своих целей. О них известно. Акции, по-моему, блестящие. Никто не пострадал. Это всегда одно из хороших признаков, о чем мы и говорили в терминологии. Когда мы бастовали на форде, нам тоже за это ничего не было, потому что мы доходили именно до забастовок. Потому что когда ты заходишь до забастовки, тебе уже ничего не будет. Это важно понимать. Потому что слово забастовка. Бастовка. Оно пугает. Оно пугает всех. В том числе и участников. Но это хорошо. Это хорошо. Ну что, в результате вот это действие никто не пострадал. Это признаки есть. Другое дело, вот когда мы планируем, о чем мы говорим, если хотим следующий этап, как достигнуть. Вот важно, о чем мы говорили, когда в группе поддержки общались, о том, что агитировать именно преподавателей. Потому что сейчас много говорим, то что надо выходить на коллективные переговоры именно преподавателям. Когда выходят на коллективные переговоры преподаватели, они в переговоры с работодателями могут точно так же обговаривать определенные условия для студентов. Потому что это часть трудового процесса. И студенты в правовом поле. Потому что студенческий союз, студенческий союз, права студентов, это очень размыто. Нет вот такой стройной. Нет студенческого кодекса Российской Федерации, где вот было все прописано. Но есть трудовой кодекс, где прописано, что такое профсоюз, что такое забастовка и так далее. Вот и здесь по требованиям о том, что объединяет преподавателей. Сохранить свои рабочие места, сохранить свое здание. Студенты хотят получить образование, хотят тоже сохранить помещение. И вот на этом стыке, очень важно на этом стыке, вести всю усиленную агитацию. И вопрос как раз заключается всегда в этом. Просто по требованиям тоже первоначально, когда мы узнали об этом группе поддержки, там листок висел, прекратить давление. Как вот написано, мы же вот не видим ничего. Вот что такое один из очень важных признаков забастовки, когда даже рабочие, сколько я участвую, организовываю, когда даже они все делают неправильно, ну в судах потом проверяют. Требования были, хотели зарплату, ну слава богу обозначили, все, есть признак забастовки, это забастовка. Вот как написали, вот как написали, вот то и добились. Вы хотели прекратить давление, вот написали, вот так оно и получилось. Поэтому вот как формулируете требования, вот так и находите откли. Поэтому вот вопрос, мы как тоже, как последний раз учителя, вот ищем, вот мучительно ищем, вот состыковки, вот оно действительно, что бы затрагивало коренные интересы друг друга. Потому что вот то, что как раз приводился хороший пример, когда у студентов подобрали проездной, это зацепило. Вот всех сразу и начали шухериться. Вот здесь вот коренные интересы преподавателей, студентов, техник. Вот найти их и объединять, и думать, потому что времени мало. В июне могут завершиться уже все процедуры культуры. Остается очень мало времени. И здесь надо вот как раз думать, вот одно из требований, то, что рельсники приведут требования, кроме студенческих требований, включали требования о том, что добиться того, чтобы провели выборы. Конференция работников собралась по выдвижению требований по коллективным переговорам. Вот это важная вещь, о чем надо понимать. Пока преподаватели не будут защищены коллективными переговорами, они не смогут вам помочь. То, что все правильно говорят о том, что каждого по одиночке вызовут, будут рассказывать, как ты что-то накосячил, как и так далее. Вот что должно объединять. У каждого самостоятельные требования есть из двух сил, студентов и... но их объединять должны только вот эти коллективные переговоры. Если не будет коллективных переговоров, я абсолютно уверен, организации студентов будет, совместные акции будут, но они будут самостоятельными, они не дадут вот этого объединяющего эффекта. Вот о чем мы говорили. То есть коллективные переговоры с Максимовым, которым мы говорили, благодаря резнике, это другое имеется в виду? Нет, коллективные переговоры ведутся между работодателем и работниками. Вот это сторону. На данном случае работодатели уступают как КНВ-шам, так? Нет, у вас бюджетное учреждение, у вас исполняющие обязанности... Кривонос. Кривонос. Вот это одна сторона. Другая сторона, первичная профсоюзная организация учитель. Вот эти две стороны. Со стороны Кривоноса, как один из этих учредителей бюджета, может присутствовать и вот этот Максим, представитель там КВШ, потому что они учредители. Со стороны работников, точно так же и первички, может присутствовать еще и представители отраслевого профсоюза. Но суть все равно вот эти две стороны. И студенты должны быть вот с этой стороны тянуть в Канаду. Вот в чем заключается задача. Только коллективные переговоры. То есть мы сейчас пойдем к Максиму, надеюсь, и требовать эти коллективные переговоры. Нужно идти к учителям сначала. Ну и в том числе, и туда, и туда. Нет, Маркова же написала уже обращение к Кривоносову, чтобы провести вот эти коллективные переговоры. И вы транслируете точно так же, когда все понимают взаимную задачу. С кем угодно говорят. Мы имеем факты, что не дают преподавателям самостоятельно провести. Вы видели примеры, как с телефончиком ходят, там запугивают, там никаких собраний. А он говорит о том, что нам нужно вот как вот эти прозрачные вот эти выборы с присутствием, чтобы все могли... А это тайное голосование. И это на нашей стороне. То, что преподаватели тайно голосуют. Вот точно так же. И это воля изъявления. И коллективные переговоры. Начнутся коллективные переговоры. Все активные участники коллективных переговоров, они уже защищены законом. И это они уже перестают бояться. Они все практически активны, потому что маленькие. Вот за что нужно бояться. Это уже правовые рамки. Это уже законные, в которые надо и добиваться. И студенты говорят коллективных переговоров. Потому что именно в этих коллективных переговорах будут учтены и интересы преподавателей, и студентов. Одно из них главнейшее. Вот это прекрасное здание, которое мы хотим, чтобы не было торговым центром или что-то там еще. Если суммировать, вот как бы получился в мае 68-го года, другая опасность, чтобы не закончился май 68-го года, это студентам тоже надо следить, чтобы как раз представители работодателей с профсоюзом вот так уютненько. Ну хорошо, давайте мы с вами вот немножечко договоримся, а эти студенты там, вот-вот-вот. Поэтому всегда силы студентов, они постоянно давят, давят на профсоюз, требуя и справедливость, и их требования, и их условия, из-за которых вот происходит этот союз. Вот что заключается в такой мае 2017-го года. Вот о чем мы говорим. И тогда вот этой малой каплей, если это получается добиться, тогда вот все остальные участники сами, остальные преподаватели других вузов и видят, в чем состоит именно механика, в чем состоит вот эти части, которые приводят к решительной победе. Объединение сил студентов и преподавателей профсоюза и студенческого союза. И вот это вместе, вот это как раз и создает мать. А вот между ними это коллективный переговор. Существует дело, вот Александр, представитель профсоюза, вот на него можно давить сейчас. Давите, давите на него. А насколько действительно преподаватели поддерживают? поддерживают? Они поддерживают, но сами на сцене, то есть не может оказаться так, что преподаватели будут только за слиянием? Вот как раз проблема в этом, потому что наша администрация сделала очень хитрый ход конем. Еще в прошлом году они на 90% сменили преподавательский состав. Ну, кого-то, то есть там, кого-то давлением, кого-то еще чем-то, наниматьем-то катанием, то есть, ну вот они, они не увольняли никого, естественно, да, ну, кроме буквально двух преподавателей из-за этого провинности. Вот, но, тем не менее, 90% сменили и поставили своих людей. И поэтому получается, что по сути, по факту, нормальных преподавателей, я сейчас вот нормальных, это слово без кавычек употреблено, нормальных преподавателей осталось человек пять, наверное. Не большим словом. Да, а все остальные, даже четыре, все остальные это вот отставленники, какие-нибудь там совместители из кольжостроительной индустрии городского хозяйства, ну и прочие, короче, гоблины, вылежи непонятно откуда. Даже они, если пойдут коллективные переговоры, им это не нужно, понимаешь? То есть при коллективных переговорах они завтра с там могут просто действительно согласиться на слияние и все. Они уже защищены кривоносцы. Это все равно неважно, им без разницы. Они уже защищены кривоносцы. Они какие-то очень подозрительные, я не знаю вообще, почему они так преданы кривоносцев, что они деньги отстегивают или что, но тем не менее, факт в том, что они вот как-то очень рады стоять, грубо говоря, на своем, вот, и за слияние. Либо и в салон, или кого-то не ясно. Небольшое замечание, почему нужно делать что-то сейчас, потому что меня вот, меня лично, я может увеличиваю, сильно беспокоит указ президента касательно футбола. Если вы услышали, что массовые мероприятия запрещены на время проведения футбола. Но согласованы с ФСБ. это фактически означает как бы все. То есть они дали комментарий, что мы как бы ограничиваем это право, вы можете собираться только в то время, которое вам укажут в ФСБ, то есть не обязательно в этот же день, и вот эти гарантии о том, что вам предоставят где-то обязательно что-то, оно отпадает. То есть мне это очень не нравится. Это вообще не нравится. Это как бы вообще... Конечно, летом все равно активность протестная как-то спадает, но это не повод как бы... Вот. Я напомню из истории как раз вот свежего профсоюзного опыта, когда это все работает. Неоднократно, когда мы замышляли забастовку, мы всегда искали события, которые могут срезонировать. Когда была забастовка на Антолине, большая, она предшествовала разогревающая, а там все просто. Был очередной саммит, очередной саммит. Это наоборот народу сложил. Среди саммит. И мы объявили, что будет итальянская забастовка, работа по правилам. А кто ты отличишь, как ты работаешь по правилам или не работаешь по правилам? Божеусловно, забастовка! Забастовка! И это всколыхнуло работников. Они едут на развозке к себе на завод и вдруг прерывается радио «Зенит» объявляем, а ой, итальянская забастовка во время саммита на Антолине. Господи, неужели это у нас? Одиннадцатый год, когда были выборы забастовка на Форессе. Отлично! И события точно так же выборы. Мы тогда организовали на Антолине, когда избирался вот этот председатель импера Аетмана. Его потом обвиняли в том, что он использует забастовки для своих политических целей. Но это все забастовка, протест, это что-то такое? Это хорошее, это хорошее как раз информационный повод. Да, это ударах. что если будет куча международных журналистов на той же «Зенит-арене» и мы выйдем там с пикетом о том, что у вас футбол, а нас расформируют, то это наоборот повлияет, положить. Там матч на оккупированном издательском полиграфическом вот там футбол гоняем, потому что массово не можем выходить, там за воротами нам запрещают, а мы хотим футбол. Тут креатив, вот здесь вот как раз фантазия. Но повод хороший, повод хороший, о чем мы говорим, как раз о том, что власть будет говорить, у нас все чисто, у нас все безупречно, у нас все хорошо, у нас ничего не может быть, потому что все прекрасно. И они скорее пойдут договариваться с нами. Тут важно еще ловить, я еще расскажу историю, одну из успешных, пример, как профсоюзы именно попадали в волну и резонировали. Помните Пикалева? Пикалева, трагические вот эти события, закрываются эти бесконечные заводы по добыче глинозема, и всем там Пикалева конец, потому что работы нет, это градообразующие. Но профсоюз тут наконец-таки решил немножечко подумать, наконец-таки. Бывает, но бывает и такое. Потому что не нужно относиться к профсоюзам, что это совершенство. Это такие же рабочие, которые когда-то сделали шаг, объединились с профсоюзом, но это мало, надо все время доказывать, что ты профсоюз. Что? Знаешь, что в этот момент как раз открытие завода Ниссан произошло, но это помпа, отечественная промышленность, вот растет еще одно сборочное предприятие. Естественно, президента пригласили. И вот в этот день, когда президент уже осматривает свежие, покрытые красочкой цеха, готовятся эти речи, в этот момент преподавали, рабочие, рабочие, их дети, жены вышли на федеральную трассу. И когда в новостях передали, что пробка растянулась на 700 километров, на 700 километров, президент был вынужден сесть в вертолет, лететь в Пикалево, и видос появился знаменитый, где Дерипаска бросает, это вот год. Это про союз привлек на свою сторону вот этих союзников. Поэтому даже в этом футболе, если удается эта комбинация, привлечь как раз внимание администрации акции, когда все должно быть чисто. это сильное оружие. О чем говорится студенчество и преимущество о том, что вот, организовать акцию. Но акции очень важно всегда выбирать момент. И вот о чем мы говорили, о том, что и планировать. Даже с небольшими силами в нужное время в нужном месте достигается эффект. Поэтому вот об этом вот хорошенечко думать. Мне кажется, было надо подумать. Вот именно вот выбрать момент и один удар, потому что остается время для одного вот такого хорошего удара, потому что лето, отпускайся, разъехать. Все. Не, ну почему можно вот книжная ярмарка вот эта вот или как надо? Да. И еще... Голодовка. Голодовка. Будешь с нами голодать? Я всегда голодать люблю. Про союзный? Конечно! В Риме! Жрать ты любишь, так же, как и меня. Можно еще на книжной выставке на Красной площади, но там посложнее будет. Всегда надо играть на своем поле, где вы играете. Там, где вы сильные. Оно везде, на самом деле. На шее, конечно. Сегодня ЕКУТ зашла в поле Москве. Но он начинает вот просто победа, долгает победу. Просто где ты вот именно довел до победы, тогда в другом месте происходит. Вот просто вот, а если просто посидели сутки в ИПТ и внутри решили свои проблемы, никого не уволили, вот какой отклик был вот с этого события? Такой. Мы всегда внимательно это видим. Когда мы проводим удачную забастовку на одном предприятии, к нам приходят другие ребята, а мы хотим точно так же. Это вот мы прямо конкретно отслеживаем. Добились мы? Не добились. Поэтому вот именно акция должна быть результативной. Потому что именно требования должны быть такими, что, а, ну ради этого стоит и самим помутить. Тем более, это Петербург, столица футбола, вот это все вот эти гигантские сооружения, за счет которых как раз и сокращают и школы, и детсады. И это вот уже будет привлекать точно так же внимание. В нашем Приморском районе заморозили все детсады, потому что достраивать будет дополнительное бюджетирование. Что еще? У нас школы, детсады, движения сами. У нас детсад не достраивается. Это объединяет точно так же. А что же говорится? Учебный процесс. И студенты, и школьники, и дошкольники, и их родители. Они все вот этой связки, когда мы видим о том, что кто-то добился. Событие вызывает. Событие вызывает. Я пришел на форт, устроился сварщиком, когда вау, блин, как там бастует, пойду-ка туда работать. Вот. Вот был эффект, и вот теперь я здесь. Поэтому вот о чем мы говорим, победа толкает за собой победу. Только так. Я еще скажу, что все-таки голодовка это не тот метод. Ну вообще, часто просто возникает речь о голодовке. А это, ну, любить себе. Дождь. Тупиковый путь. Да, это тупиковый путь. То есть, голодовка это не метод. Ну, маразм, маразм даже в Москве доходит. Ну, представьте, с точки зрения, считает, если голодают работники пиццерии в одной, в самой зажратом городе мира. Ну, как это воспринимается с точки зрения, можно понять казахов, которые, которые голодают, устраивают голодовки. Потому что у них за незаконную забасовку сажают. И вот мы недавно выходили в какие-то поддержки. Потом голодовки в тюрьме. То есть, там у тебя нет методов поддержки вообще. Там это логично. Но здесь, когда есть возможность замечательно собраться и размахнуть транспаранты, ну, выбирать голодовку, можно сказать, я не доедаю. вот это, это хорошо. Я буду не доедать до тех пор, пока не добьюсь. Смотрите. Поэтому вот именно дискуссия. Мне больше всего напрягает то, что если вот эта информация о том, что если студенты, ой, если приводователи организуются, начнут кого-то выбирать, они выберут того же самого Кривонохова. То есть, как бы, потому что они его ставили. Нет? То есть, не будет вот такой ситуации? Там вообще непонятно. Что с приводователем? Если мы говорим сейчас о приводователях, о коллективных кредитах, это вот, вот мы представим, мы убедили всех приводователей взять коллективные договора. В чью сторону они примут? Студентов или объединений? Они примут ту сторону, кто сильнее. И если в этот момент продолжается активное это движение, они будут смотреть за этих, за этих, за это, за это. Ну, так это было. Ему же могут светку сказать. Нет, нет, нет. Выборы, если они ставленники. Выборы всегда пропорциональны. Выбирайте список. Да, будет часть ставленников, но будет часть нормальных. И вот эта нормальная часть, и уже переговоры в комиссии, может перетягивать остальных. Нет, там просто сейчас числится 50 человек у нас преподавательского состава. Где-то человек 20 из этих 50 мы вообще ни разу произнесли. Ну, следовательно, нужно говорить, что вот они не голосуют, потому что они не подлят. Ну, так это нужно отдельно обговаривать, но ты вскоре? С него от увольнения преподавателей. Ты ничего везешь, да? Если по закону, если эти люди в штате, по сути, да, они для этого везли. Хорошо, а голос их не уменьшается из того, что они на ноги в штате? Нет, нет, нет. Они числится штатами. Нет, нет, сейчас вот профсоюз вот как раз продолжается. Эта бодяга, она просто медленная через трудовую инспекцию. Из-за нескольких заходов, но скоро, да вымучим как раз получить штатное расписание. Чтобы до этого то, что проводили игру, то, что из наших расчетов сколько голосовали, это мы, да, вот планируем, считаем, что у нас есть кворум из нашего представления. Вот и уже отправили протокол работодателя о проведении конференции вот этой под давлением. Окей, если он скажет, что она неправомочна, тогда он обязан будет предоставить документы, штатное расписание. И тогда окей, говорим о том же и говорили Срезнику, а вот теперь давайте проводить уже в открытую, все знаем и ничего. Это про ИПТ сейчас? Да, открытых выборов не надо бояться, потому что в открытых выборах всегда можно активно воздействовать. Это вот когда шухерятся, там вот это. У нас сегодня сейчас новое вышло постановление, по-моему, тоже о выборах, точнее, о проведении собраний, и там есть пункт про тайное голосование, что чуть ли, я вот не помню, какая там формулировка, то ли чуть ли не каждое голосование становится тайным, то ли что, но я сразу так понимаю, для того, чтобы подтасовывать результаты. Это всегда техника. Даже, вот почему мы говорим, что это, если это тайное голосование, окей, давайте договариваться, что в мандатной комиссии, которая подсчет, и будет наш человек, и хоть открытые, хоть под землей, хоть в космос, не важно. Вот как мы делаем открытые выборы. Вот говорим, не надо нам, как вот это, выборов у ИКов, есть наблюдателей, в ТИКов нет. Не-не-не, нам нужен вот наблюдатель при подсчете голосов. И это сразу снимается вопрос. Не надо бояться чисто технических этих вещей, потому что, если есть позиция, она справедливая. То, что действительно, остаться без профессии, востребованной, только из-за того, что хотят продать это помещение, это несправедливо. А если оно несправедливо, значит, есть моральная правота и сила отстаивать свой интерес. А дальше делать это. И тогда, если кратко, резюмировать, какие планы именно по союзному движению, что уже было сделано? Именно в ВПТ, именно следилучителей. Первичка есть. Вот это идут заходы на коллективные переговоры. Вот с местным коммунитивным эффектом, вместе со студсоюзом, вместе там со всеми этими резниками, выйти, вот остался последний удар. Еще одна хорошая акция, и она будет. То есть студенты должны поддержать сейчас приводователя института? Весь разговор был. Даже вот эта акция, которая вот эта большая, городская, одно из требований на коллективные переговоры. Коллективные переговоры. А что вы там хотите, студенты? То есть нужно... Нахождением, вы знаете, было хорошее. Вот вопрос только, как оставаться вот точно так же в учебном процессе. По крайней мере, выяснилось, что на несколько часов это нормально. И вот вопрос, можно ли это использовать еще раз? Ну, я все-таки скажу. Поставать надо было с утра. Почему как бы с утра? Потому что... Ну, вот... До 12. Новости до 12. Нет, это одна, правильно, это одна из причин, потому что телевидение так устроено, что вечера в его нет. А вчерашних новостей не бывает. Ну, просто нет, нет такого понятия страшного новостей. Все. Это первое. А вторая вещь, почему утром? Видите, на самом деле, человек так устроен, особенно студент, что принять решение ему гораздо труднее, чем встать и выйти из аудитории. Ну, в том смысле, что когда ты ставишь человека перед выбором «ты подлец или революционер», то удивительным образом... Тварь подражащая и революционер. Нет, подлец и революционер, то на самом деле большинство людей окажется революционером. Но, но, если ты ставишь человека перед выбором «ты на нашей стране или на их стране», большинство людей окажется нигде. Именно потому, что можно не выбирать. То есть, когда ты говоришь «мы вечером идем туда-то», каждый человек имеет выбор не быть ни на стороне администрации, ни на стороне актива. Он просто сольется. Когда человеку прямо говорят «вот он, вот он, вот он сидит в аудиторию», говорят «встаешь ты или как бы...» Ну, на самом деле не надо как бы большинство людей встают. Они встают, потому что, ну, как бы, потому что вот такой вот... Ну, потому что они на самом деле не думают в этот момент о том, что там какой-то экзамен будет там через там месяц. это все глупо как-то в этот момент глупо. А если дать человеку задуматься, все как бы уже у него начинают трапожилки трястись. Известно, что люди поднимаются в атаку, а как бы, ну, потому что кричат «аа». Ну, вот и студенческое движение, нужно больше «ааа». на самом деле надо просто снимать людей. Не получится. Ну, что делать? Ну, не получилось, значит, на самом деле. Надо снимать людей. Вече, ну, как бы, человеку очень трудно. Ты же говорила с ними, ты понимаешь. Ну, как бы, он один остается. Но когда человек остается на какое-то время один, я уж не говорю, что его вызовут там в директор, даже просто один, его начинают терзать сомнения. Ну, это же понятно, как бы. он думает, блин, я пойду, как бы, я приду, я скажу дома, что меня отчислить, что это будет, мои родители меня убьют, убьют они меня, они не купят мне айфон. Ну, я утрирую, на самом деле. Ну, в общем, это, и, как бы, это нельзя. Вообще, людям нельзя давать, ну, большинству, как бы, молодежи, вот так, не думайте, не думайте, просто встали, открыли дверь, вошли, выходим, мы бастуем. Ну, есть два варианта, либо не прокатят, тогда, как бы, это будет героический акт, кстати, ничего страшного, с вами не произойдет после этого. Это будет просто безумный героический акт, который останется в памяти всех присутствующих, как яркий эпизод. А если получится, ну, история, как бы, и на самом деле история будет не очень, потому что ничего не получилось, если получится, то это будет очень круто. Здесь еще один важный момент, о чем мы говорили, то, что внешний человек может это сказать, внутри у него будет, все надеются, это неправильно. Вот как это вот на форде делалось, я просто поясню, как это все делается технически, чтобы человек, который остается своими страхами, у него всегда должно быть гарантия защиты. Поясню. Когда в нашей бригаде, там очередная валынка, ну, то есть, что-то хотим добиться, именно нашей бригадой, там, вот как пример акции, вот была жара, душно, жарко работать, мы боролись за то, что нам дополнительный вентилятор повернули. Надо приостановить работу. Ну, это с точки зрения, это не забастовка, это ничего. Ну, нет, но все равно ты думаешь, как это сделать. Мы просто заранее наготовили детали, это называется буфер, нам все равно план там, сто деталей до конца дня. Вот мы выполнили вот этот план вперед, вот у нас он есть. Но мы приостановимся, говорим, ребята, вот если что, мы обломаемся, всегда можно сказать, а план выполнен, все, вот детали есть, мы ничего не нарушили. Вот то, что мы остановились, это... А студентам как? А студентам-то какой план? Выучить заранее. Да, сдать. Смотрите, просто размышляем. Размышляем. Если человек находится в аудитории, в аудитории, и просто по учебному процессу находится в помещении, то он ничего не нарушает. Даже если прогул, это на самом деле 21 час. 21 час, 21 час надо прогулять в школе, в студентах. Вот мы и здесь... Знаешь, что ходит 21 час? Вот мы и говорим о том, что если ты находишься в аудитории... Отмечают, но это не важно. Даже вот когда вы сидели допоздна, почему бы говорить, вы находились в учебном процессе. Там все время кто-то находится. Там кому-то доздавать, кому-то что есть. И в этом отношении, может быть, студенты, но всегда вы, если спрашиваете, а что вы тут делаете? Я здесь нахожусь. Просто очень важно вот это нахождение в одном месте с определенными требованиями. Это уже хорошо. То есть исход вот этой неблагополучной акции ну просто закончился учебный день и разошлись. Но в то же время, когда вот ты же самое пока находишься, вот с утра это отличная тема, что-то сделали вот в пределах этого помещения, хоть на обеденном перерыве хоть что-то. Раз совершили акцию, а потом дальше все продолжается как обычно. Вот плохо было один из недостатков, то, что это было вечером. Многие сливались, потому что хотели домой. Вот. Да они вот испугались. Да не только в этом. неудобно идти куда-то. Да не только. Надо всегда вот понимать вот этот механизм. Если мы работаем и объединяем людей, у которых не готовы идти до конца, всегда находим тот пик, когда они и так находятся. Вот в чем это очень важно. Вот это с утра там до обеда, ну и так все находятся. Да просто, когда они выходят, ну блин, ну это же просто, ты вот выводишь людей. Но они выходят, если пошли, то они пошли. Люди пошли. Особенно круто, когда есть в аудитории пара человек, которые заранее, ну да, заранее первые встают. Это всегда важно. Начинать должны не они, потому что если они начинают говорить, то им не должен войти человек и там начать говорить. Тогда, ну там, через минуту, например, они знают, они должны встать. Они идут, там машут руками, не машут руками. И почти, сколько вот я, ни раз, ни два, ни три, как бы. И это было еще и в мои, как бы, студенческие годы, мы так снимали. И я видел, как происходит. Ну студенты же, блин, это, ну, ну, это глупо. Ну, как бы, ну какие подушки безопасности, ну ты че? Ну это ребята по 20 лет, они хотят, это, хотят, на самом деле, экшена. Экшена хотят. Ну бы и экшен всегда. Как выясняется, не очень. Они там не 20 лет, там, 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 а 16, 16 еще круче, 16 еще круче, еще больше экшена. Да просто, нельзя, ну какой, ну как, если дать людям сомневаться. Ну они же, они же, потом, понимаешь, кто думает, когда вот так вот вопрос, кто думает о разговоре с родителями, там, или, например, многие вот такие вот техники, что боятся жутко, да и кота там, директора, да, кабинет директора, это тоже, кстати, никогда нельзя, чтобы ходил кто-то один. Всегда надо идти вместе с ним. Ну потому что это, есть такой шантаж, запугивание, школьник на студентах, вот это вот, ректор там. Ну, а так просто надо знать свои права. За прогул, как бы, ну, если только вообще не ходишь, как бы там, у тебя, но эти там 2, 3, 4, 4, 6 часов, а они ничего не решают. То, что на самом деле, понимаешь, проблема ведь в чем, что вот вечер, он, почему вот мент там приехал, да, ну потому что, как бы, это уже разговор не между 500 студентами и, как бы, ну, администрацией, это, я, мы преподавателями, которые тут же, на самом деле, тоже смотрят на это и думают, ах, на чьи мы сторони. а разговор между всего навсего 30 юрий, там, 5 юрий с студентами и, как бы, соответственно, там, тремя там чиновниками. Если когда, в это время, все, все студенты, как бы, они должны, еще здесь, они должны сделать выбор. Важно, чтобы люди могли сделать выбор именно вот, ну, именно в момент революции. Это есть революция. Что такое революция? Революция, это когда никто ничего не контролирует. Такой момент, когда власть одна сторона теряет контроль, а вторая у нее еще нет. Вот это революция. И, к сожалению, не бывает так, чтобы ты смог, могла вот заранее, вот этот вот контроль, как бы, ну, понимаешь, ну, нельзя взять власть в администрации техникума. Ну, по понятным причинам, потому что, ну, это же машина. Ну, они сидят там, как бы, они запугают там кого-то. А преподаватель, это же вообще, да, ну, действительно, там, у него косяков там. Вот. А когда, вот этот раз тут, и вот тут вот ты должен сказать, за тех ты или за других. Это может быть, между прочим, и на конференции, совершенно верно. И это плюс конференции, именно то, что, как бы, в этот момент люди имеют возможность, как бы, ну, вот, особенно, когда голосовали, а на первую очередь. Это, тайна, это еще, вот. Ну, это, как бы, на самом деле, можно раскачать. Вот, главное, не списывать людей. Вот эти, вот, пятьдесят пятьсот человек, они, на самом деле, гораздо смелее, чем ты думаешь. Точно тебе говорю. Гораздо смелее, чем ты думаешь. Ну, они просто сомневаются. Не, ну, мы говорим о практике. Я тоже о практике говорю. Это тоже практика. Вот мы говорим о том, что, если находиться в месте, где и так находишься, о чем мы говорим, просто вот, вариация, вот, конечно, выходить-то не надо с территории. Я тоже.